Какие вопросы нужно обязательно обсудить с мужчиной до замужества? Или еще лучше, до начала серьезных отношений? Партнеры ненавидят друг друга. Такое ощущение, что они и не любили друг друга, в больших случаях расстаются как враги. Воюют там за недвижимость, за какие-то активы финансовые. Любовники, любовницы, измены. А это важный вопрос, который рано или поздно всплывет. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, и я дипломированный психолог, магистр психологии. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и обязательно смотрите это видео до конца. Что происходит в начале хороших отношений? Все друг друга влюблены, очарованы. От мужчины вы что слышите, женщины, девушки? Что ты самая лучшая, я искал тебя всю жизнь. Ты лучше всех, другие это вообще было не то. Мои бывшие это вообще фу-фу-фу. А ты самая лучшая. Ну, в общем, в таком стиле. Также, конечно же, мужчина классно ухаживает. Он со всей силы, своей мощи, со всех ресурсов старает показать себя лучше, чем он есть. Есть женщины тоже в большинстве случаев так стараются показывать себя лучше, чем они есть такими старательными, улыбчивыми, хорошими и так далее. Особенно на фоне эйфории и влюбленности. И какое ощущение в начале? Ну, кажется, ну все само собой сложится. Ну, как же, ну все прекрасно. Да, мы же любим друг друга, а любящие люди что? Они стараются друг для друга и делают самое лучшее друг для друга. И в начале действительно так происходит. Если мы возьмем замужество, свадьбу, что на свадьбе происходит? Друг другу говорят молодожены, я буду любить тебя всю жизнь, пока смерть не разлучит нас. Я буду там салаты тебе делать по утрам, я тебе то. То есть какие-то дикие обещания, ну, в смысле высокие обещания. Друзья плачут, друзья делают комплименты на свадьбах. И как женщина обычно слышит мужчину, слушает? Ей кажется, ну вот же он мне обещает, да, вот любить, ну все. Ну он же сказал, я самое лучшее. Он же сказал, что я лучше других. Он же пообещал мне то, ну все. А что дальше? Ну будем любить друг друга. И, конечно же, я бы хотел, чтобы мы у всех так было, чтобы мы жили, знаете, в такой идеальной что ли сказке. Но какова реальность? Вот все так начинается. А итог в больших случаях. Партнеры ненавидят друг друга. Такое ощущение, что они и не любили друг друга. В больших случаях расстаются как враги. И в редких случаях расстаются с уважением и благодарностью друг другу. Большинство разводов и расходов это как соперники, конкуренты, войны. И в связи с этим многие женщины остаются ничем, от этого страдают. Дети и мужчины не просто не обеспечивают детей или бывшую жену. Они даже алименты эти 2,5 копейки не платят. Воюют там за недвижимость, за какие-то активы финансовые. Или же тоже какая проблема, что в браке, в союзе, в отношениях выясняется что-то, что не было понятно изначально. Оказывается, что он считает, что детей можно бить по жопе ремнем. Оказывается, что воровать деньги для него это нормально. Ну, воровать где-то, да, или там заниматься, у кого-то отнимать деньги, чтобы семья была обеспечена. Или оказывается, что для него выпивать алкоголь несколько раз в неделю это окей. И то есть такая штука получается, что, блин, то есть обнаруживается много таких вот оказывается, которые изначально не были понятны. И именно поэтому я записываю это видео. Я считаю, что любовь любовью, влюбленность влюбленностью, чувства чувствами. И знаете, если вы любите мужчину или очарованы им, это не повод выключать мозг. Я не говорю, что вы мозгом должны выбирать. Я говорю, что это не повод выключать мозг. Потому что эйфория это прекрасно, влюбленность это замечательно. Но нужно и еще включать логику. Логику для того, чтобы понимать и обсуждать, и договариваться на берегу. Договариваться на берегу о будущем. А не так, что, так как карольца, мы любим друг друга, там разберемся. И вот сейчас я буду перечитать пункты, которые считаю, как психолог, важными для обсуждения до замужества. Чтобы потом не было такого, что оказалось. И то, заранее скажу, что эти пункты не гарантируют того, что вот мы обсудили, теперь ничего, мы же это обсуждали, теперь проблем с этим не будет. Это не гарантия, но это большая вероятность. И важно еще не только это обсудить словами, а еще зафиксировать это на бумаге. И да, есть такой термин, как брачный договор. И многие, знаете, относятся к брачному договору, это когда кто-то хочет у кого-то отжать что-то. Или мужчина богатый, там не хочет делиться с женщиной деньгами, да. Или женщина хочет отжать у мужчины что-то. Я считаю, что брачный договор это инструмент. И в брачном договоре это не кто-то кого-то ущемляет. Договор брачный это предмет, где можно договориться, обсудить разные варианты, чтобы у всех была ясность. Понимаете, вот ясность, например, окей, если мы разведемся, вдруг по какой-то, ну кто знает, да. Вдруг мы разведемся, что тогда будет? Как кто будет относиться друг к другу? Какое отношение будет к ребенку? Или если от кого-то будет, мы договариваемся про измены, это примеры. Сейчас это некий спойлер, заготовочка, сейчас мы будем по пунктам это разбирать. Итак, по пунктам теперь. Первый вопрос, который, ну, по порядку, не по порядку, который нужно обсуждать. Первый, это, конечно же, финансы. Кто должен зарабатывать деньги? Кто ответственный за обеспечение семьи? И, например, вы договоритесь 50 на 50, окей, фиксируйте так. Или же вы договариваетесь, мужчина должен там 100 на 0, а женские деньги, это деньги, ну, то есть женщина не обязана, да. Если она что-то зарабатывает, она может тратить куда угодно. Но это ни к чему ее не обязывает. Например, да, или там 90 на 10, или наоборот, женщина зарабатывает больше. То есть процентное соотношение, кто должен обеспечивать семью. Это еще не все про деньги. Еще следующее, это амбиции. Например, вам, как для женщины, вам что важно? Спокойная, стабильная жизнь. А мужчина, например, супер амбициозный и трудоголик. Все, уже конфликт. Уже конфликт. Или наоборот, вы хотите видеть возле себя амбициозного мужчину, который прет вперед, рискует, у него там перепады постоянные, и вам нравятся такие мужчины, вам комфортно, да. А этот мужчина говорит, да нет, мне главное стабильность, не рисковать, но главное такая спокойная, обеспеченная стабильность. Или наоборот, мужчина говорит, ну вообще не понимает, у него этап или видение такое, выживать. Даже не стабильность, а чтобы хватало там выплатить кредит, рассрочку, купить машину, квартиру, и дальше можно на пенсию. Например. И понимаете, тут важно, когда вы будете это обговаривать, вы столкнетесь с тем, что вы будете узнавать те части друг друга, которые вам были неизвестны. Потому что, скорее всего, вы это не обсуждали во время поцелуев, во время прогулочки в парке и так далее. А это важный вопрос, который рано или поздно всплывет. Ага. Ну, амбициозность, кто к чему стремите, к какому состоянию, к какому количеству активов. Еще раз, вы хотите квартиру, машину, дачку где-то, да, или вы что хотите. Или вы хотите самолет, вертолет, яхту, или он хочет одного, вы другого. Поэтому это важный момент, на котором определяются ценности и взгляды на будущее. Следующий момент, это бывшие. Отношения с бывшими. У вас как? Бывшие это в прошлом? Либо, например, мужчина считает, что с бывшими можно дружить. С бывшими можно пить чай. Бывшую нужно обеспечивать. И вы, например, говорите, да, классный, классный мужчина, супер, что ты даже бывшую обеспечиваешь. Или наоборот, вы считаете, что бывшую нужно точку поставить. И обеспечивать только ребенка, например. Короче, отношения к бывшим, отношения к детям, если они есть, которые вне брака. Отношения к родителям, его отношения к вашим родителям, ваши отношения к его родителям. Его отношения на может ли мать или его родители впихиваться в вашу семью. Или это отдельные структуры. Нормально ли это, что вдруг что-то произойдет, и родители будут жить с вами, или вы с ними. Вот это заранее нужно обсудить, потому что вы часто жалуетесь. Оказывается, маминкин сынок. Оказывается, он не сепарировался от мамы. Ну вот, потому что вы это заранее не прояснили. И когда вы это будете прояснять и прописывать, тогда у вас будет много открытий друг о друге. Следующий вопрос. Воспитание детей. Стиль воспитания детей. Например, он говорит, мальчики не плачут. Да, мужикам должен. Или даже девочки, можно сказать. Он хочет, например, сына, а вырастет дочка, он будет из нее делать футболиста или боксера. Например. Такое тоже может быть. Или же, как он относится к детям, если ребенок непослушный. Что его нужно? Бить, ругать, ставить в угол. Либо коммуницировать с ребенком. Либо быть внимательным родителем, который ведет диалог. Ваш, как взгляд, понимаете? Насколько он пересекается? Насколько ваше видение касательно воспитания детей пересекается? Нет ли каких-то острых здесь конфликтов или острого, скажем так, непонимания или расхождения мнений? Следующий вопрос. Это секс и сексуальная совместимость. Очень острая тема, потому что я считаю, что, вот знаете, бывают люди, очень классно им общаться. Совпадают много ценностей на воспитание детей, на финансы, на распределение мужско-женских ролей, на распределение обязанностей. А в сексе нет совместимости. И это такая метафора. Вот бывает, вспомните, партнера, когда вы не старались, а секс был прекрасным. Или другой партнер, вы стараетесь, как паровоз там, пыхите, а оно как-то не идет. И не потому, что там технически кто-то что не умеет, хотя такое тоже может быть, а просто вот как-то энергетически не то. И поэтому сексуальная совместимость, ну, тут не то, что это нужно обсудить. Вам заранее нужно понимать, она либо есть, либо нет. И, понимаете, если ее не было до замужества с этим мужчиной совместимости, значит, скорее всего, она и не появится. Или маловероятно, что появится. Насколько вы к этому готовы? Насколько вы к этому готовы, с этим готовы жить? Потому что, скорее всего, тогда неудовлетворенность будет с обеих сторон. Дальше. Это очень острая тема. И измены. Любовники, любовницы, измены. Измены это что? Это отношения на стороне. Либо это разовые какие-то связи. Для кого-то измены это переписка с другой женщиной или с другим мужчиной. Взгляд на другую женщину, оценивающий. И, ой, ты мне изменяешь, смотришь на других женщин. Это очень важный вопрос, который нужно обсудить. Потому что я считаю, что измена это нарушение договоренности. Например, если вы с мужчиной договорились, и вам нормально, что вы имеете право иметь сексуальные связи на стороне, и это не измена, все, для вас тогда не измена. Измена это нарушение договоренности. Поэтому определить для себя термин, что такое измена для вас, для него, что такое измена, чего вы хотите, как вы на этот вопрос смотрите. Возможно, выяснится, что он скажет, да нет, любовницы, это нормально. Он скажет, все мужчины изменяют. А вам это, например, тоже нормально. Или вам это, ну, для вас это просто боль. Короче, неприятный удар, да, эмоциональный. Это нужно обсудить. И еще раз повторю, то, что вы это обсудили, это не гарантия того, что все будет то, как вы обсудили и договорились. Но это будет больше вероятности. Окей? Следующие вопросы уже более простые. Это распределение обязанностей. Ну, например, вы считаете, что в доме должны убирать по очереди все. Или друг другу помогать. Или же вы считаете, например, мужчина работает, он весь в работе, обеспечивает семью, и когда у него есть время, он тогда и с ребенком проводит время. Если нет времени, тогда он обеспечивает там добротницу, няню. Или же мужчина скажет, нет, я считаю, что это все женщина должна. Ты должна ходить на работу или не должна ходить на работу, ты должна заниматься домом, мыть полы, вытирать пыль, домработницы, няни, помощницы. Ни в коем случае, а чем ты будешь заниматься. Поэтому вот эти моменты распределения обязанностей, особенно тонкий момент, острый момент во время рождения первого ребенка, во время беременности, во время ребенка, во время декрета, потому что меняется система. Вот этот контекст, аура, которая у вас во время влюбленности, и аура, которая во время декрета, это уже другая история. Следующий вопрос. Как вы будете решать конфликты? Решение ваших конфликтов. То есть, например, вы в конфликте закрываетесь, уходите в себя, а он там становится злым, агрессивным. Определите себя, как, если какие-то конфликтные ситуации, споры, конфликты, недопонимания, как вы их будете решать? Каким образом будете решать, не будете? И если будете, то как? В какой форме? Например, там, может быть, у вас будет правило, что не ложиться спать пока не... Ну, в ссоре и в обидах не ложиться спать. Спать ложится только, когда все вопросы решены. Например, да? Или не спать отдельно. Или спать можно отдельно, если поссорились, и решать вопрос через два дня. Или я сильно обижаюсь, поэтому меня нужно три дня не трогать, поэтому через три дня, пройдет три дня, и тогда атмосфера налаживается, мы уже тогда переходим к диалогу. Следующий момент, это как вы будете проводить досуг, отдых, выходные? Как вы это видите? Например, для вашего мужчины это нормально ездить куда-то одному, а для вас это чуть ли не изменно, значит, с другими женщинами, да? Вы тоже считаете, что с подружками это нормально отдыхать? А он считает, что значит изменяешь, значит, каким-то скриптизером поехали, значит, в какую-то сауну поехали. И другие важные вопросы, которые вы считаете, которые я здесь не проговорил, но вы считаете для вас важными, для вас критичными, для вас острыми, для вас, может быть, неприятными, или для вас необходимыми для обсуждения. Следующий важный вопрос, который я забыл. Я же увлекаюсь изучением бизнеса, управляю сотрудниками, командами, и есть тема, как заключать бизнес-партнерство. Так вот, знаете, какой первый вопрос обсуждают в бизнес-партнерствах? Первый вопрос, это что будет происходить, когда мы будем расходиться? Первый вопрос при заключении партнерств обсуждают в расход. Что будет происходить при расходе, разводе, разрыве отношений? Что тогда будет происходить? Какой тогда план? Вот я считаю, что это очень неудобный вопрос, особенно когда романтика, но поймите, обсуждение этих тем, это не романтика, это важная техническая часть. И не у всех на это хватит смелости. Но нужно обсуждать, а вдруг, если такое будет? Если, конечно же, мы знаем, надеемся, что мы будем любить друг друга до конца дней, и все будет круто, мы будем самой идеальной парой. Но вдруг, если бы, как будто бы, вроде бы, это произойдет, давайте обсудим, что будет происходить, как мы будем что-то делить, финансовую часть, как ты будешь относиться ко мне, как к бывшей женщине, например, или как ты будешь относиться к детям, к ребенку, да? Или же, если вы договорились, что измена – это сразу расход, окей, при измене, как тогда будет распределяться имущество, финансы? Опять же, есть одна финансовая ситуация сейчас, а может быть, другая. Может быть, потом при расходе будет больше финансов, да, финансовых активов, достижений. А может быть, и наоборот, меньше. Поэтому обязательно вопрос к ребенку – алименты, не алименты. Это будет юридически, не юридически. Вот эти важные, неудобные вопросы нужно обсуждать. Ну, конечно же, можно сказать, да, Ярослав, да пошел ты, это же не любовь. Это же мы тогда относимся друг к другу, как какой-то циничные какие-то бизнесмены. Это ваше восприятие. Это ваше восприятие. При этом я не против, если вы скажете, да нафиг это нужно, все само собой, как будет, так и будет. Ну, окей, так тоже можно. Я не против. Но я считаю, что как минимум проговорить, обсудить и где-то это прописать, поверьте, это лишним не будет. И когда будет экземпляр у вас, у него. И нужно тоже понимать, что то, о чем вы договорились, оно имеет место для того, чтобы передоговариваться. Раз в какой-то период, раз в год, раз в несколько лет. Возвращаться к этим договоренностям и, возможно, пересматривать. И, возможно, передоговариваться по обоюдному желанию. Это нормально, что через год, два, несколько лет у вас может поменяться взгляды. Может быть, друг друга больше узнали. И можете передоговориться. Но вот самый острый вопрос, это вопрос развода, расхода. И что там происходит, как мужчина относится, как он будет реагировать. Он будет вам все оставлять, он будет все забирать, он будет мстить. А что если вдруг, ну вот вы понимаете, ну я же не собираюсь, да, как женщина изменяет своего мужчину. Например. Ну вдруг нам это нужно обсудить. А вдруг, если как бы будешь. И, например, для этого мужчины это будет серьезный удар по его эго. И тогда он начнет мстить и все заберет, ребенка заберет и пошлет эту жену. Обсудите это заранее. А вдруг он именно такой. И знаете, вот этот диалог, инструмент, это инструмент для того, чтобы узнать вашего партнера лучше. И поверьте, когда вы будете это обсуждать, вы сами для себя будете такие вопросы открывать, которые вы сами для себя никогда не задумывались. И у него точно так же. Это не значит, что у вас уже все внутри по полочкам разложено. И у него тоже. И вы тут выгружаете из полок информацию, о которой вы раньше думали. Хорошо, я думаю, для этого видео достаточно. Я приглашаю вас, если вы досмотрели это видео до этого момента, приглашаю вас на бесплатные вебинары. Мужчина, честная инструкция по применению. Без драм и манипуляций. Как перезагрузить непонятные отношения. Как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор. Как создавать по-настоящему счастливые отношения, где 1 плюс 1 равно 11. Прямо сейчас под этим видео записывайтесь. И до встречи. Если видео было полезно, с вас лайк, подписка на канал, жмите колокольчик. И поделитесь в комментариях, насколько полезно вам это видео, насколько вы согласны с тем, что я говорю. И, возможно, вы подскажете, какие еще вопросы нужно обсудить с мужчиной, обязательно из вашего опыта. И, возможно, это будет полезно другим зрителям этого видео. Возможно, чего-то я не учел. Спасибо вам и до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok